Жуткий гость моего немецкого соседа Я живу в Германии. Приехала сюда ради молодого человека. В начале лета нам удалось снять квартирку в небольшом доме на две семьи. Мы жили на втором этаже, а молодая семья на первом. Дома располагаются близко друг к другу так, что даже можно видеть, чем занимаются соседи. Место живописное. Рядом лес и Боденское озеро. Со всеми соседями сразу нашли общий язык. Но больше всего мне нравилось общаться с пожилым мужчиной очень приятной внешности. Лотар Циммер. Ему 68 лет. Он говорит на немецком так, что хочется его слушать с открытым ртом. Рассказывал, как он путешествовал, как был в России и, конечно же, отметил красоту русских женщин. У него замечательный дворик, ухоженный, со множеством цветов и садовых украшений. И там мы с ним частенько сидели и пили чай после рабочего дня. Жил он в доме совершенно один. Жена умерла пару лет назад, а у дочерей уже свои семьи давно. Но они частенько к нему приезжали. Хочу отметить, что он далеко не одинок и крыша у него на месте. Но однажды он попросил меня довольно странной вещи. Перед сном я часто сидела на балконе и пила чай. И порой могла так сидеть до глубокой ночи. И вот он это заприметил и попросил понаблюдать за ним, пока он спит. Мне, конечно же, стало дико интересно, чему такие просьбы. И я согласилась. Но на мои расспросы он никак не реагировал. Сказал, что сама все пойму. И если вдруг что-то увижу странное, то должна позвонить по данному мне номеру. Еще он сказал, что все странности происходят с часа ночи до трех. В первую ночь я заметила пару странностей. Лотар Циммер постоянно закрывал дверь своей комнаты на щеколду, хотя и жил один. Он оставлял на ночь свет включенным. И я могла все прекрасно видеть, что происходит в комнате. Больше ничего странного я не заметила. Так прошло около трех недель, и мне уже это порядком надоело. На мои вопросы он никак не отвечал. Я было уже подумала, что он помешанный. Но случилось нечто, что повергло меня и моего любимого в шок. Была середина июля. Жара невыносимая. Все окна открыты. Мы смотрели фильм, и моему парню захотелось поесть посреди ночи. Он встал с кровати, и взгляд его упал на окно соседа. Он резким движением выключил свет в нашей спальне и подошел к окну. Лицо его было испуганное, и он просто стоял молча и наблюдал. Такое поведение меня больше разозлило, чем напугало. Я подошла к окну и увидела такое, что не могу забыть до сих пор. Мой пожилой сосед спал в своей кровати, а над ним склонилось нечто, что я не могу назвать человеком. Он был нереально худой. Люди анорексики по сравнению с этим существом кажутся толстыми. Он был голый, и кожа его была болотного цвета. Голова была маленькая, как у новорожденного ребенка, но глаза и рот были огромными для такой головы. Он внимательно разглядывал моего соседа, затем сел на кровати, нагнулся над лицом мужчины и начал его облизывать. Это было жутко. Я стояла и не могла пошевелиться. Тем временем, мой парень уже набирал номер телефона, по которому нам нужно было позвонить. Дальше я ничего не помню, потому что упала в обморок. Пришла в себя через пару часов после случившегося. Рядом находился мой парень, Лотар Циммер и еще незнакомая женщина. Как оказалось, она была семейным врачом семьи Циммер. Далее последовали объяснения. Мой сосед в последний год стал замечать, что плохо себя чувствует. Прошел полное обследование, но ничего необычного врачи не обнаружили. Потом он стал во сне ощущать, что кто-то производит над его телом непонятные действия. И что самое интересное, он не может пошевелиться и открыть глаза в это время. И такое происходило довольно часто. Стал закрывать дверь в комнату на Щеколду, но визиты не прекратились. Потом он познакомился с нами и попросил последить. Может, он и правда сходит с ума. Как оказалось, что нет. После этой истории он продал этот дом и уехал жить к дочери. Мы частенько с ним созваниваемся. Чувствует он себя замечательно. Ночные визиты прекратились. Мне стало жутко интересно, что же это было. Начала расспрашивать жителей близлежащих домов. Но никто ничего не знает. И вот буквально пару дней назад я стояла на остановке и ждала автобус. На лавочке сидели две пожилые женщины. Одна другой рассказывала, что к ее соседке, одинокой женщине, наведывается тощий мужик почти каждую ночь. Как он приходит и уходит, никто не может понять. Сама та женщина стала болеть и вести себя довольно странно, как будто чего-то боится. После этого рассказа вторая женщина испугалась страшно и рассказала вот эту историю. В ближайшем лесу есть одна пещера. Туда мало кто ходит, потому что место жуткое и видят там часто человекоподобных худых тварей, которые наведываются к одиноким людям и забирают у них жизненную энергию. Если бы я услышала эту историю до того, как увидела все своими глазами, то ни за что не поверила бы. Я до сих пор не могу понять, как это пробралось в закрытую комнату. Я теперь боюсь спать одна, боюсь темноты и боюсь лишний раз заглянуть в чужое окно. Я боюсь, что оно придет ко мне, когда я буду дома одна. Дуняша У моего прадеда Ивана рано умерли родители и остался он в возрасте 16 лет, один с младшей сестрой Дуняшей. Ей было тогда 9 годиков, ходили, побирались, войну все жили бедно. Иване с Дусей оставалось только тихо умирать с голода. Но мир не без добрых людей. Детей подобрала одна женщина, не помню, как ее звали, пусть будет Светлана. Жила она одна, муж погиб на фронте и взяла она Ивана и Дуняшу к себе, они и по хозяйству помогать будут, а та с голоду умереть не даст. Шло время. Ваня возмужал, окреп, стал настоящим мужчиной. Светлана не могла не заметить таких изменений, приглянулся ей парень. Стала глазки строить, заигрывать. Все-таки помощь по дому это хорошо. Но хотелось ей любви и ласки, настоящего женского счастья. Маленькая Дуняша заметила, как вьется женщина вокруг ее брата, и ей это очень не нравилось. Стала она уговаривать Ивана уйти от Светы. Тот согласился и на следующий день сказал хозяйке дома, что пора им самим на ноги вставать. Как только хату свободу найдет, так и съедут. Поняла Светлана, что не обошлось тут без вмешательства Дуни и задумала избавиться от девочки, чтобы никто не мешал ей добиться Ивана. И вот, когда женщина с девочкой остались дома вдвоем, отправила Светлана Дуняшу за водой. Та, ничего не подозревая, взяла ведра и пошла к колодцу, тихонько морлыкая песенку. Света дождалась, когда девочка склонится, чтобы достать ведро с водой, подкралась и толкнула Дусю в колодец. Вечером пришел Иван Сенокоса. Видит, нет его сестрички дома. Спросил у Светланы, не видела ли ее. На что женщина ответила, мол, гуляет небось где-нибудь с ребятами. Темнеть уже стало. Забеспокоился Ваня, пошел искать Дусю, но не было ее нигде. Отняли на ноги все село и только под утро нашли бедняжку мертвой в колодце. Все подумали, что ребенок баловался, упал и утонул. И только Света знала правду и тихо ликовала, ведь теперь никто не сможет встать на пути к ее счастью. Долго скорбил Иван по своей сестре. Ни спать не мог, ни есть. Единственный у него родной человек остался. Добрая женщина, которая приютила их с Дуняшей. Естественно, о переезде он теперь даже не думал, но заметил. Света к колодцу близко не подходит. Молчит все время, плохо спит. Объяснил он это тем, что переживает она, а к колодцу не подходит, боится. Проснулся он однажды ночью. Дома нет никого. Выглянул в окно. Стоит Света в одной сорочке у колодца. Волосы растрепались. На лице был ужас. Ваня подошел к ней и спросил, почему она стоит посреди ночи на улице босиком. Но та только что-то тихо шептала. Он смог разобрать два слова. Отпусти меня. Занес он Светлану в дом, еле успокоил и уложил спать. На утро перед работой спросил, что ночью она делала у колодца. Снилась мне Дуня наша, с собой звала. Иван очень удивился и напугался. Сказал, что та, видать, очень тоскует по девочке. Что поделать, ничего не вернуть. Остается жить дальше. Его даже тронуло то, что Света переживает так. На сенокосе было жарко. Спасались лишь перекурами в тени деревьев. Все мужики усаживались в круг. Кто курил, кто сидел, пил чай. Только Ваня один лежал чуть поодаль. Жевал травинку и думал о чем-то своем. Пахло свежим сеном. Дул свежий ветерок. Щебетали ласточки. Где-то вдалеке бежал ручей. Сам не заметил Иван, как стал погружаться в сон. А может и не сон это вовсе был. Да только видит он. Сидит Дуняша возле него и венок плетет. Рассказала ему сестра, как все на самом деле было. Как утопило ее Света в колодце. Уезжай в город. Там на заводе рабочие нужны. Жена у тебя будет такая же, как и ты. Сиротка. Без скала и двора. И детей много. Да вот только выживут не все. А как будет девочка, Евдокии назови. А я ей помогать во всем буду. Уехал Иван от Светланы в город. Устроился на завод. Встретил девушку. Женился. Родила она ему 12 детишек. Выжила только пятеро. А бабушку мою Евдокии Ивановной зовут. Недавно мне эту историю бабушка и рассказала. А сама от отца слышала. Стефан Эту реальную историю мне рассказывала моя мать. Сразу после войны она окончила институт. И ее направили в училище механизации сельского хозяйства. Учащиеся ее. Все были люди уже взрослые. Дисциплинированные. Многие успели пройти войну. Но был среди них один парень, который очень отличался от всех остальных. Хотя трудно было объяснить словами, в чем конкретно заключалось это отличие. О себе рассказывать Степан не любил. И прошло немало времени со дня начала учебы, когда он все же открылся моей матери и поведал свою тайну. До войны Степан, так на самом деле по метрике звали его, жил на Западной Украине. В очень зажиточной по тем временам семье. Его отец был бургомистром небольшого городка. Единственный сын готовился к поступлению в гимназию. Для этого были приглашены в дом учителя. Был у Степана один единственный друг, сын доктора Казимир. С уличными мальчишками им играть запрещали. Однажды летом, наигравшись в саду бургомистра, ребята вернулись в дом. Степан вбежал в столовую, схватил из фруктовой вазы два яблока, одно для себя, другое для Казика, откусил сочный красный бок и упал замертво. Подавился яблоком. Нелепая смерть сына бургомистра. Эти заголовки пожелтевших от времени газет моя мама видела собственными глазами в потертой папочке, которую ей показал Степан. А что же было потом? Об этом Степан узнал из рассказов родных. Похороны были пышными. В гроб его положили в новеньком костюмчике. На шею мать повесила. И это видели люди. Семейную ценность. Золотой медальон. Этот медальон и спас мальчику жизнь. Ночью, когда город уснул, к свежей могиле подошли двое с лопатами. Они разрыли могилу, отодрали крышку, хотели сорвать цепочку, но она оказалась крепкой. Один из грабителей приподнял тело, пытаясь оцепить запутавшуюся в волосах мальчика цепочку. Дернул, и мальчик судорожно вздохнул. Грабители убежали. «Представьте весь тот страх, который я пережил», – рассказывал Стефан. «Я очнулся после какого-то светлого прекрасного сна. Мне было так хорошо и легко, и вдруг ночь могила. Страшные незнакомые лица, искаженные от ужаса. Я звал маму отца, не мог понять, где я и что со мной». Размазывая слезы вперемешку с могильной землей по щекам, я побрел по направлению городу. До моего дома было далеко. У меня подкашивались ноги, и я пошел к домику доктора. Постучал в окно комнаты, где спал казик. Он выглянул и увидел меня. Сильно побледнел и стал истошно звать на помощь. С той поры казик сильно заикается, и я этому виной. На крики сына прибежал доктор. Он внес меня на руках в гостиную своего дома. Осмотрел. Руки его дрожали. Дальше я помню смутно. Страшная усталость, сон, заплаканные лица родных. Все как в тумане. «Тебя спасла матка Боска и вернула нам», – говорила потом мне мама. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова